Народ против. Омские коммунисты в поселке Загородный провели пикет против строительства мусоросортировочного комплекса. Напомню, это решение областных чиновников, но местные жители крайне негативно относятся к этой идее. Они опасаются, что их прекрасный район может превратиться в мусорную свалку и жить будет просто невозможно. Зная мнение людей, чиновники решили действовать другими методами и ввести местных жителей в заблуждение. Получилось ли это у них, знает Максим Кабаненко. Пикет коммунистов в микрорайоне Загородный получил у местных жителей большой отклик. Десятки людей пришли выразить свое несогласие с появлением в их поселке мусоросортировочного завода. Они любят свой поселок, который называют райским уголком и не желают превращения его в мусорную свалку. Я не понимаю, почему мои дети должны жить на помойке практически. Мы с мужем пять лет назад купили здесь участок. На последние деньги гроши собирали каждый год по копейке, чтобы построить здесь дом. А в итоге получается, что мы вынуждены теперь будем жить в таких условиях, невозможных, невыносимых. Все, что у нас есть, это наш чистый воздух. И хотят забрать последнее. Помимо этого у нас многих кого дачи. Неизвестно, что случится. Это просто люди решатся своих продуктов, последних питания. И также говорят, что чистый воздух, он на него никак не подействует, что в других городах, извините, конечно, за выражение, но вонь будет всегда, она никуда не денется. Помогите нам, пожалуйста. В 500 метрах от микрорайона находится железобетонный завод. Принадлежит он бизнесмену Михаилу Ольшанскому. Он и хочет предоставить его для переоборудования в мусоросортировочный комплекс. И все бытовые отходы с центрального округа будут свозиться сюда, в микрорайон. Логика чиновников проста. Городу нужен завод и полигоны. Но, как обычно, все упирается в деньги. Местные жители обращались с запросами в министерство. Но во всех ответах сказано, проекты абсолютно безопасны для населения. В интересах денежных в каких-то будет решаться вопрос. Конечно, он будет разрешен иным образом. И тогда будет как раз наплевать на интересы людей. И будет видно, значим ли мы что-то для города, как жители, или мы вообще ничего не значим. Мы очень хотим, чтобы нас услышали. И мы считаем, что мы, как жители города, имеем право на благоприятную окружающую среду и чистый воздух. После сортировки мусор должны будут отвозить на полигон, который чиновники планируют построить на территории Андреевского сельского поселения. Но и там местные жители, напомню, категорически против. Однако на последнем собрании в микрорайоне Загородный чиновники решили применить явно грязные методы и обманом добиться согласия местных жителей. Глава Центрального административного округа сказал, что завод будет, несмотря на то, что вы против. Они им сделают какое-то благо, допустим, газификация, а они будут согласны на этот полигон. И они согласились. Получается, слова чиновников направлены исключительно на то, чтобы запутать местных жителей. Каким боком будет построен там полигон, и сюда придет социальная сфера? То есть вода, газ и так далее, и так далее. Это каким боком развитие социальной сферы, я вот не пойму. На защиту людей в очередной раз встали депутаты-коммунисты. Мы собрали большое количество, более 200 подписей за отмену строительства мусоросортировочного комбината, который мы направим к губернатору Омска области. И постараемся, чтобы он обратил внимание на проблему жителей, которые не хотят видеть под носом у себя свалку мусора. Со своей стороны мы, конечно, обратимся с запросами в администрацию города Омска и другие инстанции. Мы хотим помочь жителям, чтобы здесь, в поселке, не было мусора. Напомним, в Омске и области нет ни одного официально разрешенного полигона. Городу он жизненно необходим. Но вот сделать все цивилизованно пока не получается. Чиновники заявляют, что мусор в микрорайон Загородный будет свозиться только с центрального округа. Но в этом есть сомнения, поскольку если его откроют первым, то сюда, скорее всего, повезут бытовые отходы со всего города. А местным жителям придется искать для своих детей новый райский уголок. Мы начислим воздух! Максим Кабаненко, Александр Филиппов, Обком ТВ.